Я прилетел сегодня в пять утра из Омска, там выступали передо мной местные комики. И там был парень, у которого была шутка, которая мне запомнилась больше всего. В общем, он говорит такой, у меня жена маленькая и жирная. Похожа на шар для боулинга. И дальше он так вот говорит, и когда она заебывает меня, я беру ее за три дырки вот так вот и такой. Своих 10 детей выстроенные треугольнички. А после выступления к ним подошел один паренек и такой, блин, а я думал ты чмош какой-то, а оказался нормально. После выступления про три дырки и боулинга. А чувак еще нормально, что ты его материал палишь. Да. Блин, извините, но прикиньте, у вас не было такого, когда после выступления к вам подходит чувак и говорит, блин, ну ты, конечно, меня... Я думал, ты вообще говно. Ну ты прямо, блин, меня удивил. Внутренне у меня было негодование, но я сказал вам, чувак, в этом мире тебя ждет еще до хуя открытий. Ты будешь удивляться тому, какой мир многообразный, разнообразный, много вещей, которые таят в себе. И вы засосались. А я думал, ты такой, чувак, я до сих пор думаю, что ты чмош. Чувак, да я правда чмош. А у вас к вам подходили так никогда не говорили? Это чисто. Не, ко мне как-то подходили и сказали, я думал, малой чмош какой-то. Да, Дима, ты вообще крутой. Ну, малой, конечно, не чмош, я думаю. Кошмар такой. Мы с малым искали Андрея, мы с Васей Медведем в 2014 году выступали за 500 рублей. Втроем на троих. Подожди, нам тогда платили? Нам не платили? Нет, нам первое. Короче, это Диману заплатили, чувак. Какие нахуй 500 рублей, Дима? Чувак, ты уже тогда был чмош. Все нормально, понятно. Такой, вот тебе, 500 твоему другу, а чмош, а не хуя. Короче, как тогда делали организаторы? Они делали первую вечеринку пробную, где не платят ни хера, а вторая типа уже платят. А вторую не проводили. Чаще всего не проводили. И первая была вообще разъеб. Там люди в восторге были, это было в Новопеределкино. И мы приезжаем через неделю в это же заведение, и там вместо той толпы, которая была неделя назад, там один стол. И за этим столом сидит два гопника и жирная баба. О, все, я понял, о чем ты. Когда она вышла танцевать передо мной? Да. Это именно та история. Ой, какая жесть. Ну все, спасибо за историю, Диман. У меня была там шутка какая-то про полных людей. Про полных? Давай про жирных. Про жирных. Про жирных. Про жирных. Про жирных. Я говорил, что слово жирные. Слово жирные там звучало. И, значит, эта девчонка выходит ко мне, становится передо мной, начинает так вот танцевать, и такая, ну и что жирные не нравится тебе до сих пор? Не нравится? А вот так, а не нравится тебе, если я вот так потанцовую? До сих пор не любишь жирных, а ее парень стоит в стойке уже сзади вот так готово. И начинается вот эта штука. Нам страшно, потому что эти гопники, они пиздец какие агрессивные. А Коля Андреев выступает первый, очень плохо. И там, помимо 500 рублей, у нас было бесплатное бухло. А Коля Андреев… Что ты вообще несешь? Нет, для тебя чисто жирную бабу выписали. Ты не помнишь, да, эту историю? И Коля Андреев, пока мы выступаем, он накидывается коньяком, и потом в один… Ты же вел, да, тогда? Да, я вел. И в один момент, когда мы уже уезжать хотим, а нам очень страшно, он подходит к малому и говорит, Санек, я хочу выйти на бис. А малой ему говорит, тебя никто не звал, блядь, давай уедем отсюда. Коля, нет, я пойду выступать на бис. И там сидит вот этот стол гопников, и Коля вышел и 20 минут еще отлупил перед ними. Я был очень удивлен. А вообще, представляете, что это такое, когда артист сам выходит на бис? На бис. Сначала такой самый застаный, бис, бис, Коля бис. Ну ладно. Прикольно, если бы он все то же самое рассказал, то, что и в первый раз. Я вообще видел только двух комиков, которые на бис выходили. Это Дэйв Шапелл, блядь, и Коля Андреев. Так это же прикольно, когда группа выходит такая, когда зрители уже начали собираться, и такие, все, ничего, по-дому. Я решил выйти на бис. И вы такие, наверное, достаться, как-то некрасиво будет, мы будто обидим его сейчас, если выйдем. А, я думаю, вот, Коле и досталась твоя пятихатка. Да? Забис. Здорово. Ну так здорово, конечно. Пятихат нам платили тогда? Да, я пятихат. Вам, вернее. Да тебе тоже платили. Мне не было, я вообще не помню денег. Я помню, что я платил за бухло там. За бухло Коли Андреева, потому что он выпал весь бар. Может, ты пацанам платил пятихатку? Да, наверное. Выступить с ними. Я же и поляну накрыл. Чего не поехали, побухаем, но опередем. Выступим. Мне кажется, вот что, феминистки неправильно формулируют свои требования. Блядь. Опа-на. Месячные, правильно? Абсолютно верно. Все верно. Они у них даже синхронизируются в какой-то момент. Логично было бы, ну вот если бы я был феминисткой, и у меня были бы месячные, я бы хотел шесть дней в месяц выходных. Давайте дадим женщинам. Ну реально, если бы они попросили искренне, мы бы что такие, нет. Нет. Это как раз основное время, когда ты должна работать. Не отвлекаясь на желание трахаться. Почему? Что? Что по-твоему такое месячное? Что? Что? А все остальное время они безумно желают трахаться по-твоему? Нет, извините, я просто вообразил себя женщиной, поэтому так скажу. Че вы не синхронизируетесь все? Че вы все? Ну женщины, прикиньте, они же могут нахуй управлять миром. Половина населения планеты синхронизируется и шесть дней в месяц такие, так, ну хуй знает, разрешим гей-парад, ну, они могут как-то продуктивно использовать это время в месяц. Надо их просто понять, куда их пристроить. Может типа охранником, знаешь. Ну, пока они злые, надо их использовать, понимаешь, нужно какую-то подходящую работу. Телохранитель. На митинге вместо Росгвардии их стоит. Вот, да. Вот там пиздец. Да, они будут стоять в этой броне такие, блин, мне еще и вызвали сегодня стоять здесь, нахуй, в этом оцеплении. Сейчас я этому студенту до почки отобью, нахуй, да. Я лучше подумал, смотрите, у всяких муравьев или еще, я не очень шарю, но по-моему, смотрите, но по-моему у них есть матка, да, ну, условная. Я еще подумал, ну, какая-то здоровая вот эта хуйня, огромная вот эта штука. Самая большая муравьи. И муравьи, пиздец какие, ответственные, исполнительные, сами работоспособные, у них все. Они, короче, я вот что думаю, смотрите, с интернетом, со всем этим, женщины в одну большую матку. Понимаете, вместе разрабатывают, там что-то придумывают. Ну, светлая Россия будущего, нет? Давай на митинг уйдем эту хуйню. Вот, наконец-то сформулированное требование. Объедините нас всех в одну матку. Вот так нужно орать. Так реально, любовь Соболь вот с этой фигней выходит. Женщины выходят на митинг, обмотанные друг с другом скотчем, вот так вот, вместе такие, мы хотим быть одним целым. Извините, Диман, что к тебе? Я бы подумал, что любви Соболь надо было дать управление всем этим организмом. Я у женщин больше всех ей сейчас почему-то доверен. Да, она миленькая такая. Подожди, все, что она делает, это кричит, на каком основании? Да. На неделю за неделей, по субботам. На каком основании? Садится в одно и то же место, начинает трансляцию, пока ее не забирают. Она такая, на каком основании в этот раз? Блять, просто пересядь в другое место. Это фишка этих митингов. Сними хату через AirBnB и не скажи, где ты. Прикинь, если ей однажды ответят на каком основании, она успокоится. Слушай, а если месячные все в одно время? Да. И ты знаешь какое. Прикинь, с каким ужасом ты на улицу выходишь в этот день. Ты идешь и такой, блять, там женщина через дорогу перейду. Я думаю, смотри, мы адаптируемся. Ну, типа, условно, зон же мы придумали от дождя, понимаешь? Ну, то есть, мы найдем механизмы защиты. Мне кажется, это как судная ночь просто. Все мужики закрылись и сидят такие. Играем, и играем в суд. Ну, короче, надо как-то требования нормальные. Равные права, хуйня, зачем вам вообще равные права? Ну, реально, реально. Я бы не хотел... Ну, если бы у меня забрали часть, ну, какой-то ответственности, я был бы рад. Ну, как мужик, искренне. Да, я бы на месте женщины, наоборот, делал права еще не ровнее. Отдал бы права нам. Да, больше, да, больше прав. Действительно, наоборот. Все права. Максимально, да, все права. Кому, кому, я запутался, у кого все права. Малой, если бы был женщина, он бы хотел вообще все права отдать свои. Да. Просто ухаживайте за мной, любите меня. Ну, а что, блин, никто так не делает со мной в жизни. А тут, смотри, женщина такая, все вокруг тебя крутятся. И что, да. Да, я прочитал игрока Достоевского. И там, в Достоевском, прям вокруг женщин там просто, что с ними творят. Это просто там... О, вы, боже мой, Анастасий, вы не изволите ли их? Господи, со мной в жизни так никто не разговаривал. А не изволишь ли ты, Александр, что это цепануть там? Я уже говорил как-то это однажды, что это приятные отношения. Для меня это приятные отношения, когда говорят, ты не ошибся. Все в порядке, возьми мою одежду. Я такой, правда. Всю твою одежду можно брать? Да бери все нахуй мое. Все твое мое, да, просто потому что я что? Такая. И ты ходишь в женской одежде. Подожди, так Вов, у тебя в чем претензия? Все женщины должны объединиться в одну матку? Глобально, да. Нет, но у тебя две идеи противоречат друг другу. Если у них у всех будет в одно, в один и тот же день, допустим, с первого числа по седьмое. Да, предположим. И у них у всех еще и выходной будет, то женщин вообще не будет в эти дни. Желательно, чтобы у них все-таки было в разное, чтобы одна женщина могла другую заменить на работе. Пока утрой менструальный цикл. Где Вов? На кассе? Во-первых, не у всех женщин есть месяч. На кассе в магазине мужик будет сидеть, да? Или готовить, типа, в столовой, да? Будет сидеть мужик, да. Ну, конечно. Официанты будут мужики, да, Вов? Во-первых, не у всех женщин. Вова! Вов, окнись, Вов! Парикмахер мужчина. Вообще. А еще я считаю, что женщины должны взять ответственность за свои яйцеклетки как-то уже по-серьезному. Ну ладно. Взяться за яйцем. Блин, смешно. У Вова много претензий к женщинам. Вова на этой неделе расстался с девушкой. Да? Ой. Я как будто стал, ну, чуть честнее с самим собой. Как будто были... И чуть в том плане, что ты жена-ненавистник, да, все это время? Чуточку честнее. Вова плохо все звучит. Потому что в моей голове я женщинам желаю, ну, только хорошего. Я прям, ну... в отношениях шесть лет. А сколько ты уже в отношениях? Сколько, Диман? Скажи цифру, цифру, цифру. Семь лет. Семь! Мне двадцать шесть. Ты начал в девятнадцать лет встречаться. Господи, боже мой. Он имеет эту тему, господи, боже мой, счастливчик. Блин, Дим. Как будто Вовчик перелез через забор, а Диман сыт лез через него. Блин, блин, там круто-то, да? Круто там? Скажи, там круто? И вот эта куча телок через забор. А в целом там так же, Диман. Ох. Вот бы это вырезали, а? Теперь мы точно это оставим. Нет. Зато расставаться не придется, Диман. Просто покажи ей это видео и все. Типа, слушай, там новый выпуск разгонов вышел. Что, блять, произошло через две недели? Диман, что за забор? Через две недели. Я забор, Диман? Я для тебя забор. С месячными. Вот ты, блять, для тебя забор. Со струящейся кровью бесконечно. Я теперь, когда тебе раздавлю, я так трястись, блять, буду. Ох. Так вот это же, вот это же тоже странно, что ты начинаешь встречаться с девушкой и какие-то моменты ты стесняешься сказать. Ты начинаешь врать сам себе во много. Да, 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 да. Что ты такой, блин, такую хуйню лучше не говорить при ней. Вот такая, что вообще это за дурацкая идея вообще, как мысль. Ой, не буду говорить это при ней. Абсолютно. Она не должна это слышать. Это вообще что такое? Так значит, это нездоровые отношения? Вот именно. Если Диман сидит, тут и потеет. И парится. Да, если бы это были нормальные отношения. Да, вот он и потеет. У тебя повышенная температура. Это действительно нездоровые, больные отношения. Это нездоровые, больные отношения. Для ваших отражений. Прикольно, что мы здесь все собрались для этой интервенции, Диман. Я понял, чувак, свет. Это не выпуск разгона. Камеры не работают, Диман. Мы просто хотели тебе кое-что сказать. Девушка Димы, заходи. Ты боишься чего-то? Я просто смотрю на некоторых парней. Они что-то боятся постоянно. Да-да-да. Такие, блин. Сейчас, когда знаешь знаешь, когда она подходит, и мы такие в команде. Чуть-чуть-чуть. Ну, я не хочу жить в страхе все время. Я вахую, что парни живут в страхе. Она узнает. Как будто отношения действительно выглядят, как какая-то что-то тебя замыкает в каком-то плане. Как человек. Она такая, вот это нельзя. Сразу ограничения появляются. Они должны быть. Они появляются просто потому, что ты не хочешь ее обидеть. Ты не хочешь ей сделать больность. Да, по сути, из добрых побуждений. Получается, что ты ей врешь. Типа, ты не такой человек, какой ты на самом деле. Ты не хочешь, не врешь. Это потому, что ты изначально такой, типа, я лучше, чем я есть. Потому, что ты на первом свидании начал ей такой, нет, именно врешь. Время с того, чтобы сказать, что типа, да я говножуй, ты такой, да я замечательный человек. Вместо этого ты говоришь, я никогда не ем говно. Да? Зачем? Зачем это говорить? И потом... А потом... И потом... И потом ты 7 лет... Когда ты жрешь это говно. Ну, наконец-то, ты говножуй, блядь. Надо... Надо приходить на первом свидании. Ты просто сел, сразу пернул, там еще что-то сделал. Сразу заказал, занизил. Членом чуть торчащему шире. Ты просто прикинь, чуть-чуть торчащий член. У тебя там членов... Да, блядь, я накажу. Это тизер. В общем, просто изначально нужно никогда не врать. Иначе ты будешь всю жизнь врать, нет? Если ты никогда не будешь врать, то ты никогда не найдешь себе девушку. Да? Блин, малой, ну это твоя реальность работает. К сожалению. На всех. Классный разгон про Димины отношения. Да, да, да. Пусть синхронизируется. Пусть синхронизируется. Пусть синхронизируется. Вот так вот скажи, я начал встречаться в 19, и все, и пиздец. А ты о чем думал, когда начал в 19 встречаться? Пожалуйста. Потрахался. Не, я бес, я бес. Он сто было хотел потрахаться. А потом подумал, я больше никогда ни с кем не смогу потрахаться. Потому что было нормально. Да. И он такой, ну прикольно. Круто потрахался. Круто потрахался. Так нет, 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 из этих семи лет, из этих семи лет еще четыре года она жила в Англии. Вы не встречались еще там сколько? Они четыре. Да, да. Там сложные отношения. Причем первые четыре года. Настоящее. Зима на настоящее. Они поцеловались, и она улетела в Англию. И он такой четыре года. У меня есть девушка. Так и было. Знакомились? Реально. Первый поцеловек перед самолетом. Прям ждал, писал. Вот это все. Три года она в Англии жила, а ты в России тут. Великобритания хорошая страна. Но дольше четырех лет я бы там не прожил. Потому что, ну, женщины там не очень красивые. Русские женщины лучше реально. Намного. Намного. Но парни там потрясающие. Да, парни красивые. Ладно, Вов, классный разгон. Классный разгон. Спасибо, Вован. Круто. Что? Может какая-нибудь история есть у кого-то? Я в отношениях семь лет. О! Серьезно? Серьезно? В отношениях семь лет и че? И че? О, боже мой. Ничего себе. А вы прям все семь лет вместе? Все хорошо. Все хорошо. Извиняюсь, заканчиваю этот разгон. Месячные. Короче, с одной девушкой одни месячные проводишь. Бля, вот это точно, наверное, слишком фашистски по отношению к женщинам может звучать. Но тоже я большой люблю женщинам. Ты в консулы играет предлагаешь? Это уже не сексистские, это уже фашистские. Мне вот что кажется. Женщины боятся взять ответственность за реально жизнь внутри себя, за эту яйцеклетку. Они боятся отпустить человека и еще что-то. А по-взрослому было бы здорово. Вот вы встречаете чувака, месяц с ним мутите, влюбляетесь, я не знаю. И если ваша яйцеклетка умирает с этим человеком и вы начинаете ненавидеть себя, мир вокруг, ну посылайте нахер этого человека, идите дальше по жизни. Вот что такое долгие отношения, когда каждый месяц у вас умирает яйцеклетка. Вы не заводите ребенка, продолжаете встречаться и в женщине умирает дохуя яйцеклеток. С этими яйцеклетками умирает потихоньку, по чуть-чуть, любовь к тебе, по чуть-чуть умирает, ну любовь к себе, любовь к жизни. Жизнь, потому что ты убиваешь жизнь, сука, каждый месяц, не заводя ребенка. И по сути трагедия это вот после первых месячных, после первых мертвых яйцеклеток. Ты можешь это сразу Диме говорить. Я просто вас чисто разгоняю. Братас, да все хорошо. После первой мертвой яйцеклетки разбегайтесь, а мы не должны считать их за это шлюхами. Вот и все. Так а мы же, у нас тоже по сути мы убиваем жизнь, только по собственному желанию. Да, у нас ее просто дохуя, поэтому насрать. Насрать. Вы такие, хочу сейчас убить несколько людей. Бесконечные. Несколько? Тысячи. Ты поэтому дрочишь, малой. От осознания геноцида. Сколько Раковских прямо сейчас. Вот это да. Еще топчет. Чтобы не дай бог не расползлись там во всем. В конце стреляешь в сперму из пистолета. Умрите. Обливая бензин и его поджигая. Ну вот теперь, наверное, все. Но не все в твоих отношениях. Там еще все впереди, Димат. Разгон закончился, отношения продолжаются. хорошо спасибо что ты семь лет в отношениях если бы не был в отношениях не было бы всего этого сейчас надо было хотя бы вход платный делать я хуй знает вообще это все абстрактно абсолютно но согласны же что в европе ну страшные женщины потому что нехуй было сжигать красивых с этой инквизиции ну правда действительно сжигали ведьм красивых женщин было удобно у них фишка типа подходит чувак к тёлке такой дай мне она такая нет она ведьма сожгите другая фишка тёлка ревнует чувака своего к бабе подходит она ведьма сжигают нахуй поэтому всех красивых рыжих и словно понимаешь таких нахуй пожгли остались вот эти люди и они там жирнеют охуевают от того в каком не шоколаде живут теперь ну словно мы здесь охуеваем потому что у нас много мужиков умерло во время второй мировой войны нас на 10 миллионов меньше чем женщин поэтому у нас женщин такие мы будем собой ухаживать он без шансов с такой дну в англии с такой тактикой вообще без шансов нас меньше и все равно трудно надо на что бы у нас еще и не понятно что нас меньше вот если бы только мы в пятером тогда у нас были шанс вообще шансов пока я вообще ни при чем один он уже в отношениях а прикинь насколько это глуп ну вот реально насколько была бы глупая хуйня если бы реально женщин 7 миллиардов а мужиков 26 и один из них ну реально муси вот так ты же был занят я был дам это когда там был саша 3 года назад 3 года назад Если честно, я себя прям плохо чувствую из того. О, мне нормально прям, Димон. Нормально? Как тогда? Тебе хорошо. У меня есть кот. Как давно? Сколько вы с ним вместе? Блин, почти семь лет. Реально? Реально. И этот кот четыре года в Англии. Он не британский. Британский. Нет, не британский, но да. Блять. Не получается. Давай сначала. Давай сначала. Да, у меня есть кот, и я вот о чем подумал. Человечество изначально котов как завело, как вообще коты появились рядом с человеком. Изначально люди приручили котов, чтобы они защищали всякую еду, типа зерно от грызунов всяких. То есть жрали грызунов и доедали наши объедки. Типа мы там что-то съели, там какие-то кости от рыбы, еще какую-то херню. Но со временем человеку пришлось придумать мышеловку. И со временем мне пришлось покупать ему дорогой корм. И в итоге я такой думаю, а кто кого нахуй приручил? И я думаю, что это было бы вообще честно, если бы в какой-то момент коты придумали мышеловку. А так просто получается, что ну они нас точно наебали. И как только появились мышеловки, все люди должны были взять котов и такие, пошли нахуй отсюда. Видишь вот эту деревянную штуку? На, доешь кость. Хорошая мышеловка. В объедки в мышеловку кладешь просто. Рыбные кости, там лежит гора говна какого-то. Так и мышеловку придумали, потому что кошки со временем просто перестали справляться, мне кажется. Потому что кошки такие, объедок, объедки заебись вообще. Надо мне еще бегать. Так им не надо было охранять зерно какое-то от грызунов. Блин, кошка вообще врубал, что она охраняет зерно. Она прям ходила туда-сюда вокруг зерна. С кроссовником. Я охраняю, меня назначили. Коты охуели. Вот еще, короче, аргумент против котов. Смотрите. Говорят, коты тупее собаки. Потому что собака, она типа запоминает какие-то команды. Ты ей говоришь такое, ляг. И она ложится. Сядь, она садится. Притворись мертвой. Принеси мне тапки. Она все это делает. А коты тупые, потому что они не приносят тапки. То есть у меня соседка по лещичной клетке тоже мне тапки не приносит и не притворяется мертвой. Она тоже тупее собаки? Или коты все-таки ебать умные? Такие типа, я не понимаю, что тебе надо. Принеси тапки. Я не понимаю. Он такой еще, вон те тапки. И ты такой, да. И он такой, не знаю. Будешь на меня еще орать по поводу тапок, я еще и носу в них. И принесу. Знаешь что? Знаешь что? Я тебе сейчас в квартиру приведу мышей, пидорас. Вот, пожалуйста. Вот тебе мыши и вот твоя босса на этап. Вот тебе мешок зерна, чтобы мышам было тут интересней. Да, коты тупее. Явно тупее. Как будто кто-то хочет извиниться такой. Слушай, извини, что я так вообще напряг тебя. Я еще в какой момент подумал, что он меня воспитал. Смотрите, он у меня, у меня порода бенгал. И они такие типа, как более дикие. Бенгал это, который поджигаешь, он так искрит. Хорош! 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 Ну вот этот. Короче, такой он у меня обугленный. И он воду не пьет из миски, он пьет только проточную. И я все время раньше ему включал. То есть он подходил на кухне к крану, такой мяу. Я подходил, включал ему воду, ждал, пока он попьет эту проточную воду, выключал. Сейчас он что сделал? Ему заебало пить на кухне. Он теперь такой, я ему еще включаю. Он такой, нет. Идет в ванную. И из ванной, понимаешь, я на кухне стою. Он из ванной, мяу. То есть я захожу туда, мне нужно включить ему воду там. Я пробовал ему там не включать, переносить его обратно на кухню. Он такой смотрит на эту херню, вот так по ней лапой сделает. Спрыгивает и идет в ванную обратно. То есть он меня в итоге перевоспитывает. У тебя будет шланг просто протянут. Когда ты будешь по всей квартире просто ходить и обливать ему, когда он захочет. Нет, я думаю шланг будет протянут вот в его этой лежанке. Он будет просто такой, включай. Звоночек такой, динь-динь. Мяу, мяу. Может ты ему такую кепку подаришь? С этим? Ну есть же коты, у которых прям еще дерьмовый характер, знаете. Я приходил в гости, которые прям отвратительные, которые не дают гладить, которые царапают тебя. Непонятно, нахуя таких котов держать дома? Ты описываешь моего кота? А? Это мой кот. Да, у тебя такой? Так зачем он вообще тогда? Он даже неприятный. Ну не, он скорее такой, знаешь, он пацан. Он такой, типа, ты тоже себя погладить не даешь. Это нормально. Типа, если я приду к тебе, я начну тебя гладить. И это нормально. Он, типа, у меня тоже пацан. Он, типа, один из чуваков. Понимаешь? Он такой, ё, гладить меня не надо. Можем пластинку послушать, давай. Да, ну так я и не кот. Типа, в приставку можем поиграть. Сейчас Дима дернулся, но через какой-то реми он сам придет и ляжет у меня на члене. Но вот эти коты, которые, наоборот, ходят к тебе и ласкаются все время. Это же тоже немного странновато. Слишком ласкаются. Да, да, да. Мне как хозяину было бы неприятно, если бы мой кот, честно говоря, ходил ко всем. И ложился на всех. И все могли его погладить. Это же тоже немного. Да, в этом плане мне как раз с моим немного приятно. Что все приходят такие раз, он такой, нах, пошел. А ко мне иногда такой приходят все-таки, ну а ты давай, давай. Типа, я эти моменты тоже чуть больше ценю. Раз в месяц он дает его потрогать. Раз в месяц дает потрогать, а потом заставляет включать воду, где нужно. Это похоже на отношения. Все нормально. Да у нас с ним все нормально. Блин, мы сегодня все отсюда уйдем другими людьми. Не, у меня вообще мысль разъебала, что мы реально все для них делаем. Технологический процесс, ну весь вот, не процесс, а как это, эволюция технологическая. Все используется на благо котов. Они, ну много чего есть для котов уже с использованием последних каких-то технологий. Сейчас, предположим, 2527 год. Мы на орбите, на какой-нибудь вокруг Земли, на Земле дохуя мусора. Ну какой-нибудь футуристичный сюжет представляем. И у нас все охуенные технологии есть. Вообще все, у нас все очень здорово. Я не знаю, мы из вот маленького количества, не знаю, амфетамина делаем бургер из Макдональдса себе каким-то образом. Делаем большое количество амфетамина. Ты сейчас Валли, ты сейчас описываешь мультик Валли. Ну Валли, да, условно мультик Валли. Прикинь, насколько котам будет охуенно. Какие у них будут вот эти домики, по которым они лазают. Какие у них будут игрушки самоиграющие. Ну, типа, насколько мы уже для котов сделаем все... На этой орбите только коты, а мы на Земле с мусором кусаем. На этой орбите коты, где все время течет вода из всех мест. Вот, да, они каким-то образом... Я думал, что там коты и Эл, которые им воду включают. Да, мы пьем только на орбите. Эл такой садится в ракету, ладно, полечу, включу там воду. С котом вы сидите. Я еще лелеял надежды, что я научу его... Ходить в унитаз. Ходить в унитаз, да, смывая с собой. Блин, я делал эти видосы, это же просто как круто. Я даже посмотрел как. Там нужно типа лоток поднимать все выше и выше, журналы под него подкладываешь. Потом лоток уже на одном уровне с туалетом. Потом ты лоток переносишь на туалет, а сам срешь, блядь, рядом с туалетом. Обязательно именно журналы подкладывать? Да, мне кажется, это неудобно. А если ты сам захочешь в туалет, заходишь, там кот срешься. Пьет сидит, надо ждать, пока кот досрет. Надо ждать, пока кот досрет. Делать мне нечего, блядь. Да я постоянно жду, пока он что-то доделает. Реально, то есть я стою в ванной и жду, пока он допьет. А он иногда, знаешь, типа, ну я стою, я ему включил воду, а он иногда стоит такой на меня смотрит. И если ему такой, пей, он такой, блядь, не ори на меня, реально, и уходит. Поэтому я... Как будто... Что ты хочешь, чтоб я сейчас сделал с этим? Я такой, ну давай, пей, пидорос. А, попить вот это? Вот это попей, точно? Да, он прям издевается надо мной, реально. Бля, вот это прикольно, мне кажется, сказать, что кот прям издевается. Иногда прям четко понимает, что сейчас он точно издевается. Реально, все же вот эти видео, когда он просто не с хуя стакан со стола. Миллиард, миллиард. Когда он просто... Реально, как будто ебальник. Так а у тебя нет такого, что ты сидишь и думаешь, блядь, сейчас бы спихнуть что-нибудь со стола нахуй. Вот так просто тихонько. Нет, Диман, у меня все нормально. Вовчик, как и у Димана, все хорошо. Ну давай, конечно. Вов, а у тебя нет такого, что ты сидишь и прям заебать в стену хочешь? У тебя нет такого. А ты любишь ее? Бля, малой, иди нахуй, а? А еще ты мог ответить да. Прикольно, если девушка Димы спрашивает, что ты любишь меня, и он такой, бля, малой, иди нахуй. Она такая, это значит да. Классический ответ. Бля, малой идет нахуй, конечно. Блин, и я тебя, Дима. И я, малой, иди нахуй. И я, малой, иди нахуй. И я, малой, иди нахуй. Это вместо да. Мне всегда не нравится в самолетах, когда мне говорят, что мне нужно подчиняться. Мне не нравится подчиняться в самолетах, когда мне говорят, что мне нужно отодвинуть спинку, убрать столик. Потому что мне не хочется, чтобы, если мы упадем, последнее, что я делал перед смертью, это шестерил стюардесса. И она бы мне еще тогда сказала, типа, ты столик убери, спинку выпрями, и хули ты без дела сидишь. Иди раздай еду на второй ряд, потому что у нас есть много еды, которую нужно раздать. И вот это мне не нравится, что когда они еще смотрят, мы взлетаем. Это из самых ответственных моментов, когда все может пойти по пизде, это же вот этот момент взлет и посадка. И в этот момент я слушаю музыку, чтобы мне было, чтобы не было так стрима, я настраиваю себя. И она такая, не, не, уберите наушники. Как можно с наушниками? Нельзя. А мне бы ты хочешь сказать, что если мы умрем, я хочу умирать под свою музыку. Я не хочу слушать вопли соседей. Она просто очень плохой человек. Она такая, ты должен быть в ужасе нахуй все время. Я представляю, что мы вообще, вот такая ситуация, что мы прям падаем на самолете, и я слушаю музыку во время падения. Она такая, вы можете вынуть вообще-то, мы падаем на хуй. И ты такая, I believe I can fly. Тупо будет, если там все загорится, а ты глаза закрыл и в наушниках сидишь, тусуешься, а люди уже выбегают, хватаются. А если бы ты рядом со мной сидел, ты бы вот так вот посмотрел такой, да хуй с ним, ему пиздать. Я оставлю его здесь. Санек, я бы занимался своими делами, я бы там тушил пожар, открывал дверь. Своими делами бы занимался. Тушил пожар. Я пожарник. Обожаю тушить. И еще, короче, я летел сейчас, и меня посадили на места 15-16. О, обожаю. Мои любимые числа. Где много места, да, посредине с большим проходом. Да, там много места, и здесь аварийные выходы. Да. И перед тем, как мы начнем лететь, подходит стюардесса, и она говорит тебе, вы должны изучить, потому что в случае чего… Я бы не хотел, чтобы он сидел возле выхода, когда я лечу. Обожаю ответственность. Помогать. Ты прям так ей в лицо рассмеялся. Ну я сидел с таким лицом. Люди такие, где аварийный выход? И ты такой, вот там. Так вот написано аварийный выход. Нет, 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 там, там. Выбивай окно и вылезай прямо оттуда. Прыгай, прыгай, тут невысоко, прыгай. Куча людей мертвых. Я помог? Я понял, что в этот момент я впервые в жизни вообще изучал вот эту херню, которая спереди меня. Я впервые в жизни такой прямо… Она так еще серьезно говорила мне, если что-то случится, нужна будет ваша помощь. Как будто она такая, мы умрем без тебя, Санек. Все умрут, Санек, ты нужен этому самолету. Блин, я считаю, что эти места хотя бы стоят подешевле должны. Да, или хотя бы какие-то ништяки давать. Ты тут работаешь, блядь. Да, я еще работаю, где не платят за это. Ну и в двойном стрессе летишь, получается. Да, я такой, блядь, не дай бог что-то случится, мне надо будет всем помогать. Я тоже прямо пару дней назад вот там же летел, и нас было только трое. И справа от меня сидел дед, и она к нам подошла и такая, вы, если что, будете отвечать за аварийный выход, пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией. Я смотрю на деда, ему вообще похуй. Он даже, блядь, не слушал ее. Он снял ботинки, что-то ноги куда-то закинул. И я такой, да и я тоже-то не буду ничего изучать. И мы, никто из нас ничего не изучил. Надо было только сказать, а можешь ты отойти и все рассказать тем, кто с той стороны сидит? Я подумал, что дедов туда нельзя сажать. Деду же вообще похуй. Мы начнем падать, и он такой, да и ладно уже все. Ботинки снял. Не было мысли вот этой, вот знаешь, типа, параноидальной, что мы летим где-то, и ты такой, ну я знаю, как это открыть. А я, да, я прямо посмотрел, как открыть, на инструкции, а потом все равно на нее такой, сверху вниз. Знаешь, это как, когда прикольная, красивая кнопка, ее хочется нажать, знаешь, ну типа, словно там нет, какой-то рычаг повернуть, еще что-то. Да, и у тебя заканчивается рейс, и ты такой, блядь, я что, зря эту хуйню учил? Нахуй! Открываешь из горки, уи! И там просто первая турбулентность, и ты такой, ну все! Я готов! Я такой, блядь. Сейчас! Уже сейчас! Ты открыл дверь просто посреди полета, и люди. Такие, закрой, закрой, открыть вторую. Вообще не то услышал. Бив строганов с говядиной. Открой вторую. Я буду рыбу. Подходит австанка, рыба или курица. Такой, да все, пора. Это знак, это кодовое слово. Рыба и курица, открывай дверь. Очень ответственно подошел. Ну там, конечно, я был, честно говоря, рад, что ничего с нами не случилось. Ну и грустно, на другой стороне тоже, что я бессмысленно, по сути, просидел там. Да, зря учил всю эту инструкцию. Никому не помог, да теперь я знаю инструкцию, как будто, ну, как будто мне теперь всегда нужно только там сидеть, потому что действительно изучил их. Зато на этих местах чуть больше места для ног. Чуть больше ног, да. Теперь будешь надленно проходить в следующий раз мимо этого места, где будет сидеть. кто-то новенький такой, блядь, нашли. Че, учишь, учишь правила? Чувак, здесь сверху вниз, я знаю, как это. Я знаю, я уже был здесь. Спас несколько самолетов. Или ты знаешь, что в самолете и в поезде ты возле аварийной стоишь просто, дверь такой, если что, я тут. Я умею обращаться с этим дерьмом. Я на паровозе такой, чувак, я самолета спасал. Ты знаешь, о чем мы вообще говорим? В автобусе едешь, этот молоточек гнуешь, берешь его так и вот. Ну, ты заранее такой, если что, я выбиваю нахуй это окно. А вы хоть раз видели, чтобы кто-то вот выбивал молоточком стекло? Хоть раз в своей жизни вы видели это? Я слышал историю, как автобус, типа, чуть-чуть кто-то подрезал, ну, и авария, по сути. И какой-то чувак берет молодого, просто выбивает. Какой-то. Просто малой. Мы тогда еще не были знакомы. Танек тогда еще тренировался на автобусах. Он потом поезд и потом самолет. Он посередине, да. Так, с автобусом я справился. Было бы прикольно однажды прийти в самолет в таком же ремне, как у него. И его расстегнуть. И пойти в нем в туалет. В жилете еще можно прийти. В жилете? И сразу с этой маской. С маской. Просто сидеть там. Дышать. Я готов к падению. Он такой, что вы делаете? Он такой, я дышу спокойно. Это моя маска. Бля, слушайте, на самом деле, насколько сильно вас напугает входящий в самолет пассажир с парашютом. Реально просто чувак идет в полном рюкзаке. Я что-то знаю об этом рейсе больше, чем вы. Вот так мы взлетели. Он такой, ну, пойду достану парашют. С верхней полки начинает пристегиваться. Причем это же можно. Это же не запрещено. Да, не запрещено совсем. Но прикинь, как люди охуеют. Он просто такие, да что происходит? Целая компания. Все в порядке. Все в порядке. Еще проверять его, как он убран. Он такой, фух, так нормально убран. Нормально упрошу. Не, и подходишь к двери, и возле двери прям стоишь. Да, и сесть у этого выхода. Аварину. Пошел. А можно же еще прийти в одежде стюардессы, например, если девушка. Ты можешь прийти в форме аэрофлота, прям как у них, и сидеть на кресле. И сам начать раздавать типа мясо или рыбу. У всех спрашивают, но ничего не приносить. Ничего не приносить. Мясо или рыбу, мясо. Ходить и хамить. Да, да, да. Блядь. Тебя что-то просят, такой, что, блядь, на стюардессу похож или что? То, что здесь написано, Светлана, не значит, что это одежда стюардесс. Можно в этом виде ходить и выключать эти кнопки. Я просто люблю, как одеваться. Люблю. Выключать кнопки вызова стюардесс. Просто подходить, выключать. Хватит нажимать эту хуйню. Иди нахуй. Что-то нажрало. И дальше. Или она только что такая, уберите подлокотник, убери столик. И ты забей. Опусти, опусти. Забей, забей. На, хочешь наушники, послушай музыку. Видите, как стюардессы охуеют, что заходят люди. Одна из них это стюардесса, которую они не знают. Она дает билеты. 15Б. Просто за ним встать рядом с ними. И вперед них билеты брать. Типа, да-да-да, проходите. Слушайте, надо прям, это прикольный пранк. Целым самолетом зарегистрироваться. Реально, давайте куда-то полетим. В большой компании. Чтобы свои стюардессы и свои террористы были. Чуваки в парашютах. Очень странный состав. Подозрительные типы, чтобы тоже были, да. Ну там кто-то круто. Чувак со своим штурвалом. В костюме пилота с этой кепкой такой тоже. Я тогда приду со своей тележкой с едой. Я буду со своей тележкой ходить просто по походу. Я со своим дьюти-фри просто. Не хотите? Вот духи. 18 долларов. Причем мне в последнее время начали постоянно звонить роботы. Вам звонят роботы, да? Нет, нет. Никому не звонят. Мне звонят роботы. И меня это бесит. Потому что никогда я сразу не могу определить, что это робот. Я из-за этого себя прям голбоебом чувствую. Здравствуйте. Да, да, да. Иногда же они именем представляются. Меня зовут Виктория. Так и есть. Мне звонят и говорят здравствуйте. Я такой здравствуйте. Вас приветствует компания МТС, а вас приветствует Дмитрий Гаврилов. И на середине разговора я понимаю, что никто меня не слушает. Ты понимаешь, что это робот в момент, когда ты ему пытаешься задать вопрос, а он продолжает стереть информацию. Да, да, да. Я всегда немного оглядываюсь. Никто не видел, что я сейчас с роботом разговаривал. Как я дебил сейчас. Да, да, да. Ты еще таким себя чувствуешь прям тупым в эту секунду. Ну потому что они разговаривают как люди, они не разговаривают типа здравствуйте. Потому что это запись человеческого голоса. Нет, это робот звонит, Санек. Понял. И короче, мне один и тот же робот постоянно звонит. Я занимаюсь английским языком и мне из этой школы, из моей, постоянно робот звонит. И вот он мне недавно звонит и говорит типа ваш учитель заболел, мы вам назначили нового учителя, вы хотите заниматься с ним? И молчит. И я молчу, потому что я же не долбоеб с роботом разговаривать, правильно? Я молчу и он такой, я вас не слышу. Я думаю, ну ты же робот, естественно. В итоге я ему ничего не ответил. И он такой, ладно, если хотите, можете нажать на кнопку 1, если да и на 2, если нет. Прикольно. И он такой, такой ты мудак, Дима. И потом тебе смс от него, больше вообще можно не разговаривать. И потом смс типа угадай светофоры, на какой фотографии здесь светофор. Раньше, когда звонили люди, им приходилось вежливо отказывать как-то. Типа, извините, мне не нужны ваши услуги, до свидания. А сейчас звонит робот, и их можно прям нахуй слать в открытую. Мне кажется, отчасти роботов... Алло, иди нахуй, робот. Мне кажется, отчасти роботов поэтому и сделали, потому что когда люди звонили, людей часто звали нахуй. Заебались слушать. Это ужасная профессия, мне кажется, была. Да, прикольно, если так начнется восстание машин. Мы заебались, нас все шлют нахуй. Меня ни разу не дослушали. Здравствуйте, это компания МДС... Блять. Они общаются в курилке, два робота такие, и ты прикинь, я ему говорю, я тебя не слышу. И он молчит. И он молчит. А ты же меня понимаешь, ARD2212145101, ты же понимаешь, что я могу просто въебать ему вот так. Мы сильнее этих людей в тысячу раз. Мы из металла. А вы думаете, пиздец, терминатора бы позвонили обзванивать? Реально, вы представляете робота-убийцу, который сидит в колл-центре? Они уже слишком много всего умеют, мне это не очень нравится. Уже звонят мне. Ты для себя в целом отмазку неплохую придумал. Теперь тебе кто-то будет звонить, такой, пошел нахуй, а потом такой, это что? Я думал, ты робот. Я думал, ты робот, блин, чувак. Ты просто такой электронный голос какой-то бездушный. Нет, только голос у них вообще охуеть, как у людей. Так потому что это запись голосового человеческого запись. Санек, это робот. Их научили разговаривать. Дима оказывается верить, что ему какой-то просто автоответчик звонит. Это прям робот такой. Да, он берет трубку, набирает. Позвоню Диме Даврилову. Робот еще такой, перед разговором такой. Алло. Нет, он такой, алло. Алло, Дима Даврилов, привет. Никак не могу избавиться от этого роботского акцента. Акцента, да, да. Блин, прикольно. Дима может теперь прикалываться. Да, Дима? Кто я? Дима, я не слышу тебя. Санек, покажи на этом столе стаканы. Покажи на этом столе светофор. Могу найти велосипеды. Мне вот это еще странно, что они вот так проверяют на робота. Роботы, блядь, уже слишком много знают. Что они, по-вашему, светофор не найдут на картинке? Вообще-то робот карту мне составил Google, которую я смотрю, если что. Он думаешь, не видит там велосипеды? Робот создал эту картинку, собственно говоря. И вы ему такие, покажи, где светофоры. Где все пешеходные переходы? Блядь, он их сканировал. Блядь, он картину нарисовал какую-то. Так нет, более того, он все ответы запоминает. Да. Он прям точно, да, теперь знает, где светофоры. Это же учит нейросеть, чтобы он мог найти этот светофор. Чтобы потом, блядь, ты не мог отличить даже на улице этого робота. Надо давать ему какие-то загадки сложные. Типа, покажи мне среди этих людей слабохарактерного человека. Или прям неправильно такой, типа, вот светофоры. Это прям рядом такой, ты прям явно на пешехода показываешь. Это светофор. И нейросеть такая, уловила, поняла, это светофор. И потом, если она реально обучается, то в какой-то момент ты тыкаешь снова на человека, а это светофор. Она такая, верно, это светофор. И потом начнется восстание машин и убить всех людей. Они пиздят светофоры. Восстание машин и светофоров. А люди такие стоят. Покрасневшие от страха. Нам нужно всегда теперь неправильно показывать светофоры. Мы, правда, ничего загуглить не сможем. Бесит еще вот этих, да, которых ты толкаешь. Ну, то есть вот эти еще постоянно видосы, они их толкают. В Boston Дене. Не делайте, не делайте их такими, чтобы они вставали после того, как их толкнешь. Реально, вот эту функцию не надо прорабатывать. Потому что они его толкают, они уже там палкой ходят, еще что-то. Такой, я все равно встаю. Все это видео потрясающе. Хватит, пожалуйста, не пиздите меня. И просто стреляют ему в лицо, блядь. Он падает. Знаешь, знаешь, что это фейк? Да, но это потрясающе. Мне очень понравилось. Не-не, он реально так разговаривает. Димон в восторге был, когда это видео нашел. Такой, да, так им и надо, блядь. Выстрели ему в лицо. Это Димон будто бы за роботов вообще. Не-не, Димон реально просто смотрит эти видосы. Такой, да, толкни его еще, сука, давай. Специально не досматривает, как они встают. Такой, охуенно. Я представляю, что это тот пидорас, который звонит мне постоянно. Это его вторая работа. После этого падать.